Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем читать и делать обзор 23 главы, в которой всего 17 стихов. Для многих людей книга Иова представляется как книга хаоса, где всё непонятно. Говорят разные люди, и непонятно, кто из них говорит правильно, кто неправильно, кто ошибается, кто не ошибается. На самом деле системное изучение этой книги в церкви показывает, что здесь всё структуировано. Сначала идёт диалог на небесах между Богом и Сатаною. Именно от книги Иова Гёте берёт подобный диалог и создаёт в своём фаусте. Потом идёт диалог Иова с его женою, который говорит «похули Бога и умри». Потом идёт диалог Иова с его друзьями. И последнее – это опять Бог начинает говорить с Иовом, отвечая на все его недоумения. То есть эта книга не является хаосом, она содержит в себе внутренний порядок. Христианские экзегеты обращают внимание на то, что в 23 главе начинается ответ Иова Элифазу. В своей речи он не упоминает друзей, то ли потому, что увидел, что в этом нет никакого смысла, то ли потому, что ему понравился совет Иова Элифаза, данный в заключительной части его речи. Мы в прошлый раз обратили на это тоже внимание. И поэтому он не хотел отвечать на раздражительные выпады, с которых тот начал. Элифаз действительно начал очень плохо, но окончил очень правильно и верно. Но он, Иов, возвал к Богу, попросил выслушать своё дело и не сомневаться в добром его исходе, так как имел свидетельство собственной совести о своей непорочности. Конечно, возникает вопрос, а может ли вообще человек иметь как бы свидетельство собственной совести о своей непорочности? Мы не всегда видим реальное состояние нашей души. Да, мы иногда делаем добро, но мы не всегда распознаём мотивации этих добрых поступков. Они могут быть даже очень и очень греховные. Правда, апостол Павел однажды сказал, «Я не оправдываюсь тем, что ничего не нахожу в себе». То есть он этими словами всё-таки оставляет место Богу. И таким образом мы можем сделать вывод, что на протяжении главы проходит дискусс не между Иовом и его друзьями, а как бы борьба между плотью и духом, страхом и верою. Как и сказано в Слове Божьем, дух противится плоти, плоть противится духу. А поле битвы – сердце человека, то есть каждого из нас. Итак, экзегеты обращают внимание на то, что Иов жалуется на своё бедственное положение, особенно на то, что Бог как бы удалился от него. Поэтому он, Иов, не уверен, что будет услышан с 1 по 5 стих. И он не может понять, почему Бог так сурово обращается с ним, об этом с 8 по 9 стих. И он стремится получить хоть какую-то надежду на облегчение. То есть пока он ждёт даже не облегчение, а надежду на облегчение. С 13 по 14 стих. Это произвело на него глубокое впечатление, вот такое собственное состояние. Усугубило бедственное положение и наполнило его ужасом. С 15 по 17 стих. Но среди жалоб он утешает себя верой в милосердие Бога. Об этом 6 по 7 стих. Мы как бы опять возвращаемся к началу главы. И утешает себя и верой в то, что он, как минимум, старался вести себя непорочно. И в свидетели он может призвать Бога. И мы читаем первый раздел с 1 по 5 стих. Иов жалуется на своё бедственное положение, особенно на то, что Бог удалился от него. И поэтому Иов теперь не уверен что может ли он вообще быть услышан. И вот эта богооставленность, которую переживает Иов, она указывает нам на другого человека, на Бога человека, Христа Иисуса, который на кресте выпиял. Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? И отцы церкви видели в страданиях Иова страдания истинного человечества, Христа Иисуса. То есть мы не можем сказать, что эти действия Иова были символические. Он не является источником этих страданий. Но то, что всё это было прообразовательно, это, конечно, так. И мы читаем с первого стиха по пятый. И отвечал Иов и сказал, «Ещё и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих». Обычно человек стонет для того, чтобы как бы немножко заглушить свои страдания, свою боль, отвлечься хотя бы на этот звук. «И ещё и ныне горька речь моя, то есть я говорю с трудом, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти Его, то есть найти Бога». Вот из глубины собственного страдания, как найти Бога, из глубины страдания моего города, моей страны, как найти Бога, если вокруг только зло, гибель, смерть. О, если бы я знал, где найти Его и мог подойти к престолу Его. Такой вопрос сейчас задают многие люди в мире. Я вам объясняю, что книга Иова – это книга страданий, бедственного положения. И сейчас именно такие времена. И когда мы начинали изучать эту книгу, мы уже так распознавали с вами сложности нашего времени. «О, если бы я знал, где найти Его и мог подойти к престолу Его, я изложил бы пред Ним дело мое и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими Он, то есть Бог, ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне». То есть Иов, он хочет понять, почему всё это происходит. Вот эта богооставленность из глубины собственных страданий он не видит Бога. Когда у тебя всё хорошо, ты благодаришь Бога и говоришь, «Господи, Ты всем благословил меня», но когда всё плохо. И вот здесь прямая такая аллюзия с Евангелием от Матфея, 27 глава, 45-46 стих, где мы находим такие слова. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, или, лама савахвани», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил». История Иова – это история страдания Христа, потому что во Христе, как пишет Дамаскин, могло страдать то, что может страдать, ибо Божество, оно бесстрастно. И страдающий человек Иов, он как бы предваряет своей болью страдающего истинного человека. И далее идёт раздел 6 по 7 стих, среди жалоб Иов утешает себя уверенностью в милосердии Бога. Кстати, когда вот ко мне на исповедь приходят некоторые люди, и я вот вижу, им очень тяжело исповедоваться, они в каком-то депрессивном состоянии, а чтобы вывести их из такого состояния, я их спрашиваю после исповеди, верите в милосердие Божие, когда они говорят, веру я. Я тогда накрываю Петрохилию и читаю разрешительную молитву. Так вот, Иов, он не потерял веру в милосердие Божие, даже в такой ситуации. Да, он потерял Бога, как присутствие Бога в собственной жизни. Он не может видеть Его, слышать Его, он не знает, как пожаловаться Ему. Но вера в милосердие, она еще сохраняется. Как и каждый человек. Например, город находится в осаде, и погибнуть может всякий житель города. На что надеяться, на что уповать? Боль усиливается от того, что можешь погибнуть не только ты, но и твои дети, близкие, знаемые. И мы читаем шестой и седьмой стих. Неужели Он, то есть Бог, в полном могуществе стал бы состязаться со Мною? Иов как бы говорит, а я-то кто? Букашка какая-то. И неужели вот Творец Вселенной будет проникать в мое бедственное состояние, распознавать Его? О, нет! Он отвечает сам себе. Пусть Он только обратил бы внимание на меня. Он хочет, чтобы Бог посмотрел на него. тогда праведник, это седьмой стих, мог бы состязаться с Ним, и я навсегда получил бы свободу от судей моего. То есть Он говорит, я готов оказаться на этом суде. Если я уже страдаю, но почему я страдаю до вынесения приговора мне? Блаженной памяти Иреи Даниил Сысоев дает такое объяснение на 6-7 стих 23 главы. Итак, Иов дальше говорит, неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? Для Элифаса очевидно, почему Бог не будет состязаться с Иовом, потому что Он, Бог, слишком могущественен. Он, Бог, Его, Иова, просто раздавит, как букашку, но Иов не так думает о Боге, продолжает отец Даниил. Он знает, что Бог не такой. Поэтому Он говорит, о, нет, пусть Он только обратил бы внимание на Меня, тогда праведник мог бы состязаться с Ним, и я навсегда получил бы свободу от судей моего. Величие христианского Бога, то есть того, как мы понимаем Бога, заключается в том, что, управляя бесконечно огромными величинами, целыми галактиками, целыми вселенными, Он знает твою и мою проблему, Он знает твое и мое сомнение и каждого другого человека на Земле. В этом величие того, о котором сказано, что небеса вместить Его. Далее Иов не может понять, почему Бог так сурово обращается с Ним, как бы и неправосудно, потому что Иов не может понять, за что он все это получает. Восьмой, девятый стих. Но вот я иду вперед, и нет Его, нету Бога как бы передо мной, назад и не нахожу Его. Что значит и иду вперед? Я думаю о будущем, назад, я думаю о прошлом. Делает ли Он, что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Хотя мы все живем в присутствии Бога, и в Библии сказано, что мы им живем, движемся и существуем, вот Бога оставленность может быть такой серьезной, когда ты чувствуешь, что ты пребываешь в неком вакууме, который раздирает тебя, разрывает тебя. В толковой православной Библии даются истолкования на эти два стиха, восьмой, девятый, против сближения Иова с Богом, как бы сам Бог. Он не допускает его, Иова, на тот суд с собою, который дал бы почву для примирения. Ищущий Господа страдалец, он, Иов, нигде его, Бога, не находит. С десятый по двенадцатый стих среди жалоб Иов утешает себя опять уверенностью в милосердии Бога и верой в собственную непорочность свидетелем которой был сам Бог и он как бы призывает Бога в свидетели. Да, Бог, он, судья, но он же и свидетель. Он судья как правосудный и свидетель как всезнающий и всеведущий и как вездесущий. Десятый по двенадцатый стих. Но он, то есть Бог, знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Что значит выйду как золото? золото испытывают огнем, отделяя от него примеси. Чаще всего такой примеси является свинец. Одиннадцатый стих. «Нога моя твердо держится, стези его, пути его я хранил и не уклонялся, от заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». «Что значит мои правила?» Имеется в виду то, что каждый человек устанавливает свой какой-то порядок в жизни. У некоторых людей прямо так маниакально депрессивный педантизм. Если не так что-то разложишь на столе, не так сложишь вещи, у них начинается какая-то внутренняя дрожь, чуть ли не истерика, но Иов говорит «Я всегда закон Бога ставил выше всех своих правил». То есть как человек религиозный он очень болезненно переживал даже намёк на вызов какой-то Божьей заповеди. И вот эти слова «Выйду как золото после испытания» они перекликаются с тем, что мы находим в первом послании апостола Петра 1 глава 6-7 стих здесь апостол Пётр пишет «Осём радуйтесь поскорбев теперь немного если нужно от различных искушений дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего хотя и огнём испытаемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Действительно, огонь сразу обнаруживает все примеси и становится ясно как соблюсти чистоту золота золотого слитка но для Бога мы дороже драгоценнее гибнущих металлов тем более он хочет очистить нас поэтому будем воспринимать все трудности которые нам посылает Господь как каждому в отдельности так и целым народом как божественное вмешательство для того чтобы исправить нас усовершенствовать нас очистить нас далее с 13 по 14 стих Иов надеется он высказывает вот эту свою надежду тут такая сложная ситуация он как бы надеется получить хоть какую-то надежду надеется получить хоть какую-то надежду интересный игра слов на облегчение он устал уже он не может уже так больше и мы прочитаем эти слова 13 стих и ниже но он то есть господь тверд и кто отклонит его он делает чего хочет душа его так он то есть бог выполнит положенное мне и подобного этому много у него что значит он бог выполнит положенное мне и подобного этому много у него то есть многоразлично многообразно бог врачует исцеляет нас иногда надо проявить терпение поэтому я трепещу пред лицем его размышляю и страшусь его а что нам остается когда беда надвигается и ничто уже не зависит от нас остается то что говорит иов поэтому я трепещу пред лицем его размышляю и страшусь его далее 16 и 17 стих бог расслабил сердце мое слово бог здесь особенно означает правосудность и так как он взывает к правосудности он подчеркивает что имеет дело все таки со справедливым судьей бог расслабил сердце мое и вседержитель здесь еврейское слово шадай эль шадай это бог пантократор который обеспечивает равновесие во всем мире а бог как судья это элогим бог элогим расслабил сердце мое и вседержитель эль шадай устрашил меня зачем я не уничтожен прежде этой тьмы то есть тьмы неопределенности и он то есть господь не скрыл мрака от лица моего то есть как бы избавление в уничтожении но это все равно надежда это все равно поиск утешения и блаженной памяти Ирей Даниил Сысоев так и пишет здесь Иов даже унывает говорит что было бы лучше если бог убил его прежде чем он впал в такое безнадежное состояние он не понимает по какому пути дальше идти как дальше жить но он не перестает разговаривать с богом так и мы отцы братья и сестры когда очень тяжело когда нестерпимо не должны прекращать диалог с богом наш диалог с богом как я часто объясняю это когда чтение священного писания мы соединяем с молитвами а наши молитвы соединяем с чтением священного писания и так отцы братья и сестры сегодня мы сделали обзор 23 главы книги Иова будем живы и Господь позволит в следующий раз мы будем читать и обозревать 24 главу этой удивительной книги в следующий раз в следующий раз Продолжение следует...